Хорватия отделилась от Югославии, мы от Советского Союза. Их не отпускала Сербия, нас держит Россия. Над ними давлел Белград, над нами Москва, у них был Милошевич, у нас Путин. Улица Украинская. В Загребе такая тоже есть. Дело в том, что Украина была первой страной среди участниц ООН, которая признала независимость Хорватии. И в ответ последовал такой вот знак благодарности. Я был высокопоставленным советником президента Туджмана в то время. И хорошо помню, что происходило в 91-м, в 92-м. Есть много общего между нынешней ситуацией в Украине с той, что была тогда в Хорватии. Технологии одинаковые. Сначала национальное меньшинство заявляет о том, что оно под угрозой, затем оно провоцируется на бунт, потом проводится псевдо-плебисцит, и затем создается самопровозглашенная территория. В Хорватии тоже было то, причем даже несколько антитеррористических спецопераций, кратковременных, но главное эффективных. За время той войны Загреб пережил одну бомбежку, поэтому по столице Хорватии не скажут, что вообще здесь когда-то была страшная война. С счастью, конечно. Но есть те регионы, которые до сих пор ощущают это эхо войны, и вот сейчас мы отправляемся туда вместе с послом Украины в Хорватии Александром Левченко. Добрый день. Добрый день. Мы едем в Захидную Славонию, это один из регионов, который был под оккупацией. Но это регион, где была серьезная борьба, где Хорватии боролись за свою независимость с сепаратистами. Сейчас мы въедем в район, где дорога уже контролировалась с сепаратистами. Очень похоже на нашу ситуацию, но это не Украина, это Хорватия. Видно, что война здесь была раньше, эти дома, разрушенные войной, они уже поросли травой, уже деревья повырастали. Вопрос в том, почему они до сих пор в таком состоянии. Они восстановили их по одной причине, потому что они кому-то принадлежат. Хозяева, видимо, куда-то убежали и не стали возвращаться. А вопрос частной собственности в Хорватии – это святой вопрос. Возможно, когда-то в эти развалины вернутся дети или даже внуки прежних хозяев. Ту войну помнят не только люди, но и кони. Воистину, тогда все смешалось. Во времена Австро-Венгерской империи этих красавцев запрягали в кареты императоров. И вот, когда здесь господствовали сепаратисты, они угнали этих лошадок в Сербию. И только шесть лет назад их удалось вернуть в родные пенаты. Хорватский Сербий прякосвай политичкой элите. После того, как Хорватия стала независимой, сербская меньшина отказалась признавать легитимность хорватского государства. И на тех территориях, где сербское население превышало 10%, они создали самопровозглашенную республику – краинских сербов – при поддержке армии Сербии. Символом той войны принято считать город Вуковар. Но в самой Хорватии думают немного иначе. Городок Лепик, где мы сейчас находимся, подвергся даже большим разрушениям. Здесь до сих пор, в самом центре, как видим, вот такие разрушенные здания. В этом населенном пункте достаточно большая украинская диаспора и единственный в Хорватии памятник Ивану Франко. Вот, пожалуйста, посмотрите. Привет! Привет! Как ты спитаешься? Слава Украине! Здесь вообще вокруг все было буквально стерто. Я командовал взводом из 10 человек. Все с нашей улицы. Если кто-то гибнул, на его место становился новый боец. Это все было зарежиссовано просто. Это было штучно все створено. Нет, само по себе это не могло произойти. Конечно, это было срежиссировано Сербией. За времена Югославии наше общество буквально пропитало сербская агентура. Они пытались подорвать наше общество изнутри. Тихая улочка Загреба. Украинский культурный центр. Каждую неделю здесь собираются наши соотечественники. И сегодня особенный день презентации Бюста Шевченко. Это мероприятие лично посетит бывший президент Хорватии Месяч. Активный борец с местными сепаратистами. Народ Украины выдержит, выйдет с достоинством из этого кризиса и сохранит национальные территории. Украинцы, мы с вами. Сначала казалось, что мы проигрываем, но нам нужно было время, чтобы создать боеспособную армию. Мы наращивали боевую мощь, а параллельно вели наступление на дипломатическом фронте. И когда сепаратисты окончательно отбросили переговоры, мы почувствовали, что у нас есть достаточно сил. Мы вернулись к оружию. Решающей была спецоперация «Шторм» в мае 95-го. Просуществовавшая 4 года, республика краинских сербов пала. Хорватия вернула полностью контроль над своей территорией. До войны отношения с сербами были очень теплыми. Но когда началась пропаганда о возрождении Великой Сербии, отношения охладели. Мы понимаем, что нужно общаться, но потеряно главное – доверие. Нужны поколения, чтобы все исправить. Это мой сосед, а это сослуживец. Вот еще один сосед, а я знал их всех. Простите мне эти слезы, мне очень больно. Я жив, а их больше нет. Вам сложнее, потому что Путин мощнее Милошевича. Но Украина гораздо больше и сильнее Хорватии. Не бойтесь, вы все равно победите, потому что правда на вашей стороне. Простите. Простите. Спасибо.